Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! И мы, наверное, вправе ждать интересной игры. Да, абсолютно точно. Напомню, что сегодня уже состоялась центральная встреча тура. В Удине местный Удинезе сыграл ничью 0-0 с Ювентусом. В Италии теперь двоевластие в турнирной таблице. Милан и Ювентус уходят на рождественские каникулы, скажем так, вместе во главе турнирной таблицы. Наверное, это закономерный результат. Пусть Ювентус пока не проигрывает в чемпионате Италии, но, тем не менее, по количеству побед Милан опережает старую сеньору. Вот такие дела у нас наверху таблицы. Что касается сегодняшних соперников, то, конечно, все внимание Роме, которая обыграла Наполе. И, опять-таки, в Италии пошли разговоры о том, что, мол, наконец-таки, ну, по крайней мере, пошли в стане журналистов, скажем так, освещающих Рому и болельщиков Ромы, о том, что, наконец-таки, вот нашли тот самый дисбаланс, который должен быть, баланс, который должен быть между тренером и футболистом. Между тренерами и футболистами, как сам подчеркнул Луис Энерики по итогам двух игр, а были они не с кем-нибудь, а с Ювентусом и Наполе. Все лучше и лучше играет команда, все больше и больше эквилибриума между защитой, полузащитой и нападением. И все лучше и лучше его отношения с истинными римлянами Франческо Тотти и Даниэлем Дероси, которых они настоят хвалить как за отношения к делу, так и за то, что они дают для команды, что показывают на поле. Кроме того, в последних турах на поле в составе Ромы выходило, как минимум, в основном составе Ромы выходило, как минимум, 4 римлян. И мы сейчас посмотрим на составы, через несколько минут и посмотрим, сколько их сегодня, что является, конечно, фактом, который греет душу истинным болельщикам Ромы и римлянам как таковым. Что касается Болони, то Болони получился первый этап чемпионата не самым удачным. Скажем так, было много нюансов, много неприятностей, много поражений, но, скажем так, команда не находится в том болоте, в котором она могла оказаться по старту чемпионата Италии, по первым матчам, скажем так. Да, и при этом интересно, что если бы эта игра состоялась тогда, когда должна была пройти, 26-27 августа, то выводил бы Болони совсем другой тренер. Стефано Пьоли возглавил Болони уже по ходу первого круга этого чемпионата и, безусловно, добился успехов. Перед последним туром, в котором, к сожалению, Болони проиграла Джена, команда набрала 5 очков в 4-х матчах и показывала очень качественный футбол, в том числе и в матче с Миланом, за который Болони получила восхитительные оценки и пресса, и бывающих. Ну что ж, наверное, перейдем к стартовым составам команд. Начнем мы с Ромы. Воротах сегодня у Ромы Мартин Стекленбург, номер 24-й. Далее линия обороны. Я назову расстановку по версии итальянских интернет-порталов. Потом будем разбираться по ходу матча. Итак, справа действует Александр Рози, номер 87-й. Далее два центральных защитника здесь. Жуан, 4-й и 5-й. Габриэль Хайнце. Слева действует Родриго Тадеи, номер 11-й. Опорный хавбек Даниэль Дероси, номер 16-й. Ну, мы знаем, что очень необычная схема у Ромы. Там многое меняется по ходу матча. Рядом с ним действует 30-й, номер Симплисио и 15-й Миралим Пьянич. Под нападающими действует Франческо Тотти, номер 10-й. И два форварда. Ну, один из них ударный. Это Пабло Асвальд, номер 9-й. И Эрик Ламелло действует чуть левее. И вообще, как мне кажется, играет некого свободного художника. Номер 8-й. Вот такой состав у Ромы. Главный тренер Луис Энрике. Состав команды Болонья. Итак, в воротах Жан-Франсуа Жилет, номер 1-й. Далее слева играет Мурлео, номер 3-й. Справа Креспо, номер 75. Два центральных защитника Раджи, 84-й. И 90-й Портанова. Опорный хавбек Перес, номер 15-й. Игрок сборной Уругвай. Рядом с ним располагаются Кассарини, 16-й. И номер 33 Коне. Игруппа атаки. 23-й Диаманти, который, наконец-таки, забил за Болонью. По крайней мере, проявил себя, скажем так, с хорошей стороны. Рядом с ним играет Гастон Рамирес, номер 10-й. Наверное, главная звезда Болонии. Самая перспективная звезда и футболист этого клуба. Гастон Рамирес, номер 10. И, наконец, ударный форвард Марко Дивайо, номер 9-й. Главный тренер Пьоли. Арбитр матча Андрея Де Марко. Что сказать по составам. Что касается Ромы, то интересно, что сегодня Рома, в отличие от последней игры, может использовать и Гагу, и Пьянича. Но при этом Пьянич в основном составе и Гагу в основном составе нет. И, собственно, вместо Гага на его позиции играет Симплисио, которого долгое время Луис Энрике обходил своем внимании. Но теперь посчитал, что он может быть полезен в таких играх, как сегодняшний и во втором тайме игры с Наполя. Что касается обороны, то Хосе Энхель должен был играть на позиции левого защитника, а правую Гадзета Делоспорта отдавала Тадея. Но, как мы видим, скорее всего, Рома повторит вариант, который был в Неаполе. И Рози, и Тадея, и, соответственно, правая и левая бровка будут занимать. Что касается Ламеллы, то Новильда абсолютно прав. Ламелла играет свободного художника. Сам он свою позицию обозначает как крайний форвард, или, скажем так, полузащитник, играющий больше слева. Но он может перемещаться, собственно, по всему фронту атаки. Еще пару слов о турнирном положении. Рома находится на седьмой строчке команды 21 очко. В случае сегодняшнего успеха Рома очень серьезно может свое турнирное положение изменить. По крайней мере, команда может приблизиться к группе лидеров. Понятно, что догнать первую четверку будет весьма проблематично в ближайших трех-четырех турах. Но, по крайней мере, сделать все, чтобы к ним приблизиться, имеют все шансы футболисты Ромы. Что касается Болони, то у Болони, как мы уже говорили, 17-я позиция. Немного очков, лишь 15. На три очка Болони опережает Чезену. Но если Чезену набрала ход, то вполне возможно, что Болони, если потерпит 2-3 поражения к ряду, может опуститься в зону вылета. Еще раз смотрим мы составы команд уже в графическом изображении. Вот такие составы. Наверное, абсолютно верная расстановка. Именно так будет играть сегодня Болония. И повторюсь особо внимания Гастону Рамиросу, номер 10-й. Номер 10-й футболист, который наверняка, но если не зимой, то летом, скорее всего, Болонию покинет и переберется в другой, чуть более статусный итальянский клуб. А может быть и не чуть, а в топ-клуб Италии. Болельщиков по традиции не очень много. Не заполнен стадион до отказа. Вот такой ритуал у Болони. Похожий и у Ромы, если говорить о коллективе Ромы. Несмотря на то, что очень много есть нюансов. И помним мы историю после матча с Удинезой, когда говорят, что будто бы подрались в раздевалке Рекламело и Пабло Асвальду. Вы думаете, со стороны Москвы, по телекартинке, ощущение, что полный порядок у Ромы в раздевалке с точки зрения коллектива и атмосферы? Я думаю, ты абсолютно прав. Потому что я специально внимательно смотрел последние две игры Ромы. И отмечал, что Асвальдо и Ламело прекрасно взаимодействуют на поле. То есть никаких между ними нет сложностей, которые бы переносились на футбольное поле. Более того, и Асвальдо, и Ламело забыли гол в Неаполе. И, соответственно, были рады поздравить друг друга с этим событием. Поэтому будем считать, что молодые горячие аргентинцы просто что-то сказали друг другу запоминающиеся. Ну, посмотрим. Вот он Пабло Асвальдо. Футболист, который быстро вник в игру Ромы и стал практически незаменимым офф-форвардом. Сначала Рома пошла вперед. Смотрим мы за первыми минутами в исполнении Ромы. Рома играет в своей нетрадиционной, скажем так, белой форме. Выездная форма Ромы. Ну, а Балони как раз в традиционных цветах. Причем Жуан. Пас назад. Далее играет бразилец Нарадриго Тадея. Вот еще пару слов о расстановке Ромы. Конечно, Дероси в нынешней схеме действует практически не на позиции опорника, а на позицию стопера. Чуть ближе он, скажем так, действует к центру поля, нежели два центральных защитника. Ну, в Италии это очень популярная схема. И вот эту позицию называют реджиста. То есть человек, который, собственно, отвечает за геометрию игры и за направление мяча. То, что Дероси в итоге оказался на этой позиции, я думаю, лишний раз свидетельствует об его таланте и больших футбольных способностях. Потому что мы помним, как он хорошо сыграл с Ювентусом на позиции центрального защитника. Как он быстро перестроился и с Наполи уже играл на позиции реджиста. И, видимо, Луис Энрике наконец нашел для него место. А в случае, если Дероси, как все ожидают, подпишет новый контракт с Ромой, и, возможно, скажем так, это та позиция, на которой Дероси и Луис Энрике будут вместе радовать друг другу долгие годы. С Текленбург с мячом галкипер Ромы. Посмотрим мы внимательно за первыми минутами. Снова Дероси. Практически любая атака начинается именно с его передачи. Тадеи. Раски Ламела. Снова Родриго Тадеи с мячом. Рома начинает свой уже знаменитый контроль мяча. При этом Болония достаточно активно играет в высоком прессинге, потому что все три футболиста атакующей линии постоянно пытаются оказать давление на защитников, а три футболиста, которые играют в центре, не так далеко от них располагаются. Хайнце. Передача на Тадеи. Янич. Неплохо мяч отскакивать к Тотте. Ну и Франческо уже делает пас на Асфальдо. И, соответственно, нет нарушения правил, хотя показалось по первому фрагменту, что было нарушение правил, был удар по ноге Асфальдо. Но можно матч продолжать. Пока невысокий темп у нас. Да, мне кажется, фолд здесь очевидный ударил по ноге Портанова Пабло Асфальдо. Пабло Асфальдо играет за молодежную сборную Италии. Несмотря на то, что сам он действительно из Аргентины, но итальянцы достаточно быстро его привлекли к игре за собственную сборную. И, в принципе, многие из тех, кто болеют за Ромы, надеются на то, что если Асфальдо будет играть так, как играет сейчас, и прибавляет по ходу сезона, вполне возможно, станет одним из кандидатов на поездку на Евро 2012, поскольку у итальянцев не все понятно с нападающими. Ибо два основных нападающих отборочного цикла, Касана и Росси, получили травмы и появятся на поле где-то в апреле, в лучшем случае. Два стыка только что жестких произошло на правом фланге. Ну, а так арбитр снова достаточно спокойно отреагировал на эти ситуации. До Росси. Еще один фолл. Моговато нарушение за первые три с половиной минуты. Но здесь арбитр решил уже вступить в разговор с Гастоном Рамиресом, игроком из Уругвая. Снова до Росси. Пас направо. Вот он, Рози. Симплисио. До Росси. Габриэль Хайнце. Он сумел забывать место с Артон составе в последнее время. И уже такой игрок. Основы стабильны. Роме. Тадеи. Но здесь не обошлось без того, что два других центральных защитника... Опасная атака. Франческо Тотти с левой ноги неплохо бил. И здесь Жан-Франсуа Жилет сыграл грамотно. Атака Рома продолжается. Рози. И Тотти. Перевод на левый фланг. На Эрика Ламел. Далее Габриэль. Да, Родриго Тадеи. Симплисио. И нарушение правил. Мысль по поводу защитников. Интересно услышать дальше. Мысль по поводу... Жуана. А, Жуан и Киар. Жуан на поле, но также был недавно травмирован. Он Киар выбыл и появится не раньше, чем 10-е, 15-е января. А Кассетти, который номинально является правым защитником, но может также сыграть в центре. Трагеджи, Трагмира, он также будет только 10-е января так в строю. Поэтому, по большому счету, сейчас у Ромы два центральных защитника штатных. Это Хайнца и Жуан, которые могут сегодня играть. Еще один фолл. Гастон Рамирес чем-то недоволен. Причем в такой весьма эмоциональной форме выражает свое недовольство и Де Роси, и Де Марко. Действительно, я не исключаю, что, наверное, было бы полезно сейчас Де Марко показать кому-нибудь желтую карточку. Пусть сыграны всего лишь 6 минут. Идет шестая минута матча, но, тем не менее, видно, что страсти очень серьезные. Кипят на поле. Гастон Рамирес быстро осуществился в итальянском футболе. Он сейчас совершенно не смущается с его более титулованного и опытного коллегу. И, собственно, в игре с Миланом Гастон Рамирес вел себя приблизительно так же. То есть конфликт с Кларенсом Зейдерфом, мини-конфликт с Марком Ван Бомелем. То есть, в общем, авторитетов не видит на поле Гастон Рамирес. Да, хотя ему все лишь 20 лет. Хайнце играет на стек Ленбурга. Розе. Болонь по-прежнему прессингует. Вот видите, прессинг приводит к отбору мяча Дьяманти на левом фланге. Сохраняет мяч. Розе фолит, но Дьяманти по-прежнему с мячом. Подача! И здесь Хайнце опережает нападающего в Болоне. Еще одна потеря мяча. Снова Дьяманти на левом фланге. И это фол. Это, конечно, фол. И желтая карточка Пабло Асвальдо. Вот так вроде Асвальдо не фолил. Во-первых, минуты был самым, наверное, аккуратным футболистом. Но вот один фол пытался помочь Асвальдо своим защитникам. И сразу получил предупреждение. То, что на титрах было написано «Даниэль», вас не должно смущать телезрители. Потому что у него двойное имя – Даниэль Пабло Асвальдо. Дьяманти очень креативен. И могу сказать, что в последних турах именно он ведет за собой Рому. Создавая массу моментов для Марку Диваю. Вот и сейчас он был достаточно острым на линии штрафной площадки. Заработал опасность штрафной. Итак, стандартное положение. Неплохой шанс для Болонни. Естественно, пришли центральные защитники. Они могут сыграть на втором этаже. Там же Марку Диваю. Здесь же Коне. Диаманти. Хорошая подача. Нет удара. Первый на подборе Франческо. И надо атаку разгонять. Хороший пас на Ламел. Ламела. Нет. Ламела не обрабатывает. Диего Перес. Это Коне. Коне очень грамотно сыграл. А вот здесь, конечно... Диаманти не понял своего партнера. Да, и Диаманти не понял партнера. И, мне кажется, Коне немножко переборщил с передачи. Можно было делать и поточнее пас на Диаманти. Но отметим, что Болонни, если минут пять первых она больше обронялась, то сейчас уже не реже, чем Рома, идет в атаку. Ламела. Снова потеря мяча со стороны аргентинского полузащитника. Дивайо. И свисток арбитра. Диаманти увидел нарушение правил на Александро Рози. Возвращаясь к теме римлян, Александр Рози как раз является одним из тех, кто в Риме родился. Таковых сегодня три. Тотти, Деросси, Рози. Сейчас Деросси с мячом. Асвальдо. Деросси. Симплисио. Пьянич. Пьянич пусть и был приобретен Ромой в последние дни трансферного окна. Но по сути, если брать всех новичков, ну может быть еще наряду с Асвальдо, именно Пьянич стал по сути ключевым футболистом. И место в составе он имеет регулярный миролем Пьянич. И играет весьма полезно. Еще один фол. Снова фолит Гастон Рамирес. И снова недоволен Уругвайц. Уже по традиции в этом матче. Высказывает недовольство он и арбитру, и сопернику. Если нарушил правила Рамирес на Фабио Симплисио. Как думаешь, на какой минуте Гастон Рамирес получит свою желтую карточку? На самом деле, я думаю, что арбитру же мог бы ему ее показать. Может быть, это успокоило Уругвайц. А так сейчас Пьянич с мячом. Хороший пас. Асвальдо в штрафной площади. Асвальдо может и пробить. Нет, Асвальдо делает пас. Удар Симплисио. И удар не самый точный. Но по традиции Рома много контролирует мяч. По традиции команда старается играть такой футбол Барселоны, как принято его. Называть, конечно, футбол пока не совсем выверено. Есть некоторые нюансы. Но я думаю, что вряд ли у Луиса Энрике есть цель повторить полностью то, что делает Барселона. Дискуссия достаточно неблагодарная. Я думаю, что сам Луис Энрике в своих мыслях эволюционирует. Интересно, что на предматчевой пресс-конференции его спросили, а не считает ли он, что он стал более итальянским за время пребывания в Сирии А. Потому что он сказал, что нет, что вы, я даже и не думаю об этом. Мне совершенно этого не хочется. Может быть, через полгода или год я действительно стану таким. Но журналисты где-то были правы, потому что в игре с Наполе Рома показывал уже несколько другой футбол. И что интересно, Наполе больше Рома владел мячом. Хороший пас вперед. Здесь Тиколенбург ситуацию прочитал. Ну, сложно было Ромиросу догнать этот мяч. Каким бы ни был бы гениальным диспетчером в Диаманте сделать точную передачу было сложновато. Дероси. Перевод на левый фланг. Здесь Родриго Тадеи. Симплисио. Тотти. Дероси. И продолжает Рома мяч контролировать. Пас на левый фланг. На Тадеи. Тотти все в одно касание. Тадеи. А вот здесь Тадеи немножко не точно передачный. Плюс переоценил скоростные способности у Симплисио. Бразилия не так быстро бегает. Диамантия. Хорошо. Атаку развернул Диамантия. Обыграл одного футболиста. Но по сути всех троих. Удар хороший. В дальний угол бил Диамантия. И пусть Текленбург ситуацию контролировал. Но вот видишь Андрей. Диамантия подтверждает твои слова. Он практически ведет игру команды. И сейчас классно. Очень хороший удар в дальнюю девятку. Сейчас справа от него был совершенно свободный игрок. И вот видно это на повторе. И поэтому партнеры Диамантии были немножко удивлены такими решениями. Но, наверное, то, что Диамантий решил ударить, говорит о том, что он уверен в себе, хорошо себя чувствует. И верит в силу своего удара. Который помог ему забить тот самый первый гол в игре с Миланом и сравнять счет. 2-2 завершилась та игра. И Диамантий отыгрался через 2 минуты после пенальти реализованного ворота Болони. Хайнце. Снова контроль мяча со стороны Ромы. Габриэль Хайнце. Пас надероси. Сейчас, как мы видим, Болони уже не пытается прессинговать Рому на ее половине поля. Скорее, отдав территорию и переведя все 10 полевых игроков за линию мяча. Хочется верить, что это не силы закончились у Болони после 10 минут. А все же такая тактическая гибкость Стефана Фьюри. Иначе, конечно, было бы забавно, если бы сил хватило у Болони только на первые 10 минут прессинга. Я думаю, что Стефан Упиоли посмотрел матч Реал Барселоны и попытался развернуть начало мадридского Реала. Хотя вряд ли он мечтал о такой же концовке. Дероси. Пас на Тотти. Тотти снова в одно касание. Очень быстро играет Франческо. Далее передача на асфальдо. Еще один пас в одно касание. На этот раз на пьянича Тотти не успевает. И очередной свисток. На этот раз Родриго Тадеи. Фалит, да, многовато свистков, многовато фаллов. Сыграны совсем чуть-чуть. Но вот Гастон Амирос, по-моему, в каждом нарушении правил поучаствовал. Или он фалит, или на нем фалят. Ну, опять же, это говорит о том, что услышают много игровых действий. Это спортивный директор Рома Саботини. А слева от него Бальдини, который был менеджером сборной Англии. Но сейчас вернулся и работает снова в римском клубе. Асфальдо отошел назад. Хорошо играет на пьянича. Асфальдо. Тотти. Рома хорошо держит мяч. Видно, что 16 туров проведены на футбольном поле не зря. Хотя посмотрим, даст ли это сегодня тот результат. Который хотел бы видеть Луис Энрике. А Луис Энрике хотел бы видеть три очка. Потому что на той же пресс-конференции он говорил о том, что неважно, с кем ты играешь, с Ювентусом, Наполе или Болонии, при победе все равно меньше и больше трех тебе не дадут. И только те, кто играют хорошо все матчи, матчи с маленькими и средними командами, могут достичь в турнире таблицы тех высот, которые хотел бы Рома увидеть. Но при этом сам Луис Энрике считает, что его работу рано оценивать. И то, чего он хочет добиться от своей Ромы, будет видно через 6 месяцев, через год. Я уж не знаю, тогда, когда он станет более итальянским или это не взаимосвязанные вещи. Главное для Энрике, Луис Энрике, в это время еще быть тренером Ромы. Потому что, как ни крути, все равно разговоры ходят. И они активны были, когда Рома проиграл два матча с общий счетом 0-5 в Фиорентине и Удинезе. Тогда пошли разговоры, что вполне возможно, можно кладить терпение именно у болельщиков, не у Тони Дебенедетта, а именно у Тифазири и Ромы. Но при этом у Луис Энрике, что ценно, очень хорошее отношение с теми римскими игроками, которые определяли лицо этого клуба в последнее время. Сейчас он также начал задействовать тех, кто первое время не попадал в состав и, естественно, не мог быть из-за этого доволен. И что интересно, что после этих двух поражений стадион временный матч с Ювентусом был полон. В принципе, Ювентус хороший, раздражительный, не всегда бывал и так. Опасный штрафной. Франческо Тотти у мяча сфалили на Александра Рози. Итак, Тотти исполнит штрафной. Подача неплохая, но здесь хорошо играет головой. Соперник и вот этот гол. Это гол, который забивает Родриго Тодей после детской ошибки Жана Франсуа Желе. Действительно, мяч пусть и вылетел из гущи футболистов, но, тем не менее, конечно же, голкипер уровня серия должен мяч брать. Но Родриго Тодей, тем не менее, отпраздновал успех. 1-0. Рома выходит вперед в матче против Болоньи. Еще раз посмотрим сейчас мы повтор этого забитого мяча. Это Котти подает. Здесь выносит мяч Портанова. И уже удар с линии штрафной Тодей. Да, наверное, ошибка налицо голкипера. Но перед Желе мяч стукнулся об газон. Наверное, это не является стопроцентным оправданием того, что произошло. Но определенный удар был не такой простой, как это может показаться на первый взгляд. Но, тем не менее, 1-0. Рома выходит вперед. Очень важный гол для Ромы. То, что он забит именно в дебюте матча, в первые 20 минут, это говорит о том, что, в принципе, Рома будет полегче, потому что, чем, соответственно, дальше. Сегодня Рома немножко задержалась с голом, потому что в предыдущих двух играх Рома забивала в первые 4 минуты. Что, безусловно, облегчило им задачу в Неаполе. Но в игре с Ювентусом Рома не смогла добиться победой. Кроме того, Тодей в этом эпизоде никто не накрывал на линии штрафной, что, в общем, наверное, тоже не является некой ошибкой. И нет тем, что бы хотел увидеть пионер. Ответ Болони, Диаманти, Асфальдо. Отбились футболисты Рома, Тодти и нарушение правил. Причем, в фалле, по-моему, Гастон Рамирес снова. Нет, это Диаманти был. Да, Диаманти нарушает правила и получает желтую карточку. Видимо, расстроившись из-за пропущенного гола и штрафного, который не смог выполнить должным образом. Да, Диаманти группа сказал против Пьянич, но, с другой стороны, Тодти, наверное, мог и дальше такого продолжать. Но он сам остановился и буквально потребовал желтой карточки соперника. Итак, 1-0. Рома обыгрывает Болонио. 19-й минута матча. Родриго Тодей, автор гола с мячом. Ну и снова просит перебить судья. Вот. Спортивный директор по-прежнему сумрачен. Зато человек рядом с ним стал более весен. Жуан. Еще один длинный пас вперед. Симплисио. Хорошо играет на перехвате. Тодей. И успевает мяч у Тодей. Правда, передача не точная. Желе. Голкипер, который долгое время поиграл в Баре, стал настоящим лидером этого клуба. Еще в начале века играл за эту команду. Но вот, видите, практически 10 лет в этом южном городе. И переезд уже на север Италии в команду Болонии. Скорее в центральную область. Потому что Болония как раз является столицей области Эмилии Романи. И в этом смысле тренер Пьоли, он для Болонии, для него Болония не родной город. Он сам из Пармы. Но ехать ему было недалеко. Он начинал свою тренерскую карьеру в Парме. Игра рукой. Александр Рози нарушает правила. И еще одна желтая карточка. Ну что ж, я чувствую, Демарко сегодня часто будет доставать эту карточку. А то и другого цвета карточку из кармашек. Уже третье предупреждение в первые 20 минут. Вот такой серьезный показатель. Спокоен пока Луис Андрейке. Он обычно бывает более импульсивен, более эмоциональный. Но, видимо, сейчас его игра и самый главный результат полностью устраивает. Штрафной. Вот после забитого гола Болония мяч перехватила. Дьямантия. Интересно будет посмотреть, как Болония будет пристраивать свою игру. Потому что, я думаю, что вряд ли Болонцы предполагали пропустить гол. Стоит рано. В игре с другой римской командой, Слаццо, Болония, пропустив гол где-то в середине первого тайма, так и не смогла прийти в себя. И в том матче создать что-то созидательное было практически невозможно. 0-2 в итоге завершилась такая игра. Будем надеяться, что сегодня Болония покажет более интересные атакующие действия. Но пока Рома доминирует в центре поля. Рози, Тотти, Асвальдо. Пас на Хайнце. И уже перевод на автора гола, на Родриго Тадеи. Снова Де Роси. Да, абсолютно все атаки через него проходят. И даже не то, что атаки, практически любая перепасовка даже заканчивается тем, что Де Роси должен в ней поучаствовать. Рози не успевает передать Тотти. На самом деле это достаточно логично, потому что Болония низко сидит на своей половине поля. И поэтому Де Роси является фактически игроком, который все время свободен, в отличие от атакующих футболистов Рома, которые закрыты игроками Болония. Кстати, интересно, что пока совершенно не заметен Ланелло. Да, его практически не видно на футбольном поле. Асвальдо. Асвальдо очень часто отходит назад. То слева появляется, то справа. Видимо, ищет просто мяч. Стек-Оленбург. Да, тотальное просто преимущество Рома по владению мячом. Кстати, все 80 на 20 преимущество в пользу Ромы. Это серьезный параметр. Я думаю, даже Барса может позавидовать в моменте. Рози. Нет точно удара. То есть Луис-Энрике сообщит каталонский клуб, что к 23-й минуте он добился 80-процентного показателя. Ну, понятно, что он будет меняться. Понятно, что к концу матча будет немножко другой результат. И, наверное, Болония в ситуации выпрямит. Но, тем не менее, сейчас это отчетливо видно просто потому, что Болония не может менять получить. Да, бывают стандарты, но они, как вы понимаете, не дают особого преимущества по владению мячом. Ну, тут задача игроков Болонии, в прежде всего Диамантии и Рамиреса, практическая схема Болонии так построена, чтобы как можно больше перемещаться и создавать свободные зоны для Марка Дивая. Так Болония играла уже несколько матчей и, в принципе, добивалась успеха. То есть моментов у Болонии было в избытке и в матче с Миланом, и в матче с Дженом. Штрафной удар и еще один стандарт для Болонии. Итак, Диамантии. Еще удар. Рамирес выше ворот. Не Рамирес, это Билл. Это Казарини. Да, Федерико Казарини решился на удар. Неплохая была дистанция. Он был абсолютно один, поэтому имел право нанести такой удар по воротам соперника. Федерико Казарини. Не видим мы, как Франческо Тотти приветствует Диамантии. Приветствую Диамантии. Действительно, много хорошего говорили последние дни Франческо Тотти о Луисе Энрике, о Луисе Энрике, о Франческо Тотти. Наверное, особо приятно было слышать Франческо то, что Луис Энрике говорит о том, что я тоже был игроком большого клуба, хотя не таким великим, как Франческо Тотти. Поэтому понимаю, что значит тренироваться и относиться к делу так, как Франческо. И очень ценю то, что к декабру месяцу он набрал фактически оптимальные кондиции и теперь может играть и радовать своих многочисленных поклонников и поклонниц. в Италии и во всем мире. Рози оседлали в этой ситуации. Не было здесь нарушения правил. А так Рома продолжается. Тотти, Симплисио, пас на Дероси и далее передача уже на Габриэля Хайнса. Снова Рома играет достаточно широко. Родриго Тадея, Дероси, пас вперед. Вот Дероси ошибается с передачи. Хотел игру обострить. Даниэля Дероси, но сделал точный пас на галкипера Болонии. 1-0. Рома выигрывает Болонию. Родриго Тадея забил единственный гол. И видим, некоторые проблемы уже с освещением появляются в Болонии. будем надеяться, что эти проблемы не случатся и не приведут к тому, что игра затянется. Хватит не ранний час, что в Москве, что в Италии. Такая история недавно была в Италии, когда в матче серии Б погасло освещение в матче Падова-Тарина. И случилось это за 15 минут до конца второго тайма. Решение комиссии было доиграть эти 15 минут, в результате чего команда Тарина была вынуждена второй раз ездить в Падово. А это, по большому счету, переехать весь север Италии с запада на восток. Я напомню, что в прошлом году матч Болонии-Рома был приостановлен из-за погодных условий. Из-за погодных условий, да. И они тоже доигрывали матч в феврале, хотя он должен состояться в декабре. Но неважно. Уверим, что сегодня таких приключений не случится. Сейчас Жан-Фросу Ажелле хорошо играет за пределами штрафной. Дер-Росси. Тадеи. Хорошо и выходит Рома из-под прессинга. Снова Тадеи. Симпелисио. Пас на правый фланг. Передача пока была не слишком акцентированная на Александру Рози. Рамирес. Диаманти. Свободное пространство перед ним. Весь левый фланг. Диаманти. Хороший пас. И Дивайо не поверил. Марко Дивайо не поверил. Не стал бежать в ту точку, куда делал передачу Диаманти. Не знаю, может быть, испугался того, что будет офсайт. Но в любом случае Диаманти очень хороший пас вырезал. Но вот Дивайо почему-то не сделал шаг вперед. Так он мог и слету пройдить. Я думаю, что Дивайо резонно предполагал, что Ханси будет играть этот мяч ногой и выносить его в сторону Диаманти. А Ханси сначала хотел его потрогать грудью, но потом справедливо или не справедливо решил пропустить его далее. Что было для Дивайо очень неожиданно. Что же касается погодных катаклизмов, то такая статистика в Италии не ведется, но на моей памяти Болония это город, в котором мочи за последние 5-6 лет переносились чаще всего по причине снегопадов и бывает в период декабра-феврала. Тотти, хороший пас. Симплисио удар, отбивает Желе, мяч точно в него летит, а так рома продолжается. Рози, Тотти, хорошая перепасовка, Рози пас и уже здесь достойно играет, хорошо играет галкипер Болонии. Ну что ж, Рома имеет много моментов и здесь, конечно, должен был бразилиц забивать, но если хотя бы не забивать, то более интересный удар наносить, потому что, честно вам скажу, удар был точно по центру, точно в руки галкиперу Болонии. Дарва всем. Рома продолжает владеть инициативой, несмотря на то, что счет ее устраивает в большей степени, чем Болонию. И если мы посмотрим, Болония совершенно не меняет рисунок своей игры. Также ожидает Рома на своей половине поля. Хайнце. Рома получает мяч. Отрегируется на Тадеи и снова перепасовка с участием практически всех полевых футболистов, а то и вратаря Стеккеленбурга. Тоже, между прочим, очень любопытно, что Стеккеленбург практически не выключается из игры. Он все время не понимает, что мяч может к нему вернуться. Стеккеленбург очень неплохо играет ногами. Уж не знаю у Эдвина Вандерсара он научился, глядя на основного вратаря сборной Голландии того времени или от его собственной навыки. Но футболист Рома совершенно не стесняется отыгрывать ему мяч назад, будучи уверенным, что вратарь не подведет. Это перевод на Родриго Тадеи. Хайнце. И снова выступает в игру Стеккеленбург. Это разбьет далеко вперед. в направлении своих форвардов. Видимо, Стеккеленбург уже несколько вот эта перепасовка не скучила. Он решил перевести мяч на половину поля Болония. Что, в общем-то, наверное, можно сказать, ему удалось пьяниж Ламелло. Вот Ламелло с мячом пас неточный. Рик Ламелло делает. Полчаса позади матча Болония Рома. Рома впереди 1-0. И очередной свисток. Рик Ламелло показал какие-то просто нечеловеческие для 19-летнего футболиста показатели в матче с Наполе. В частности, он сделал 41 касание мяча. Что, когда его сравнивали с футболистом Наполе и Кавани, который также обычно выполняет большой объем работы у Кавани, таких было 26. Выиграл семь единоборств, потерял всего лишь один раз мяч и четыре раза его отобрал. То есть, получил наивысшую оценку в составе Рома за ту игру и похвалу всех экспертов, специалистов Луис-Энрике и Вальтера Мацари. Жуан Тадеи пас на Пьянича. Сразу два футболиста Пьянича отбирают мяч, но, тем не менее, мяч снова возвращается к Роме, правда, ненадолго, а вот в пользу Болонии. Да, Ламело незаметен. Возможно, что ему сложно пока играть пару матчей подряд стабильно на одном уровне. Может быть, с этим связана не слишком пока яркая игра в сегодняшнем матче против Болонии. Тотти, Асвальдо, вот сейчас Ламело с мячом, абсолютно один, Асвальдо открывается, Ламело пас на партнера, далее Тотти, Тотти пытается заработать штрафной удар, раз, сохраняет он мяч, далее Рози, и уже снова пас назад на Даниэль Дероси, который зарабатывает штрафной, но Гастон Рамирос, по-моему, четвертый фолл за первые полчаса, если не пятый. Да, не очень в отборе щепетилин Гастон Рамирос, если есть возможность совершить фолл, он его совершает, и хорошо еще, что в этот раз не высказал никаких претензий. Отличный пас, пьянич, не смог обработать эту передачу. и очередной удар от ворот. Благодарю своего партнера, оценив замысел того. Я думаю, что в ситуации с Ламеллой многое определяется мотивацией, потому что футболист он молодой, в игре с Ювентусом полный стадион в Риме, лидер чемпионата, в игре с Наполе, стадио Сан-Пауло, который для любого аргентинца является некой футбольной меккой, поэтому возможно, что сегодня просто третью игру подряд было тяжело настроиться на баллону. Тотти, очередной фолл, а на трассе Коне нарушает правила на Франческо Тотти. Да, удар по ногам сзади. Тотти очень элегантно убрал мяч, и по большому счету у Коне не было никаких шансов для него добраться, поэтому получил Тотти по ногам, но с пониманием отнемся к этой ситуации. Отбирает мяч Родриго Тадея, хорошо сегодня выглядит бразилец, гол забил, вообще активен на своем левом фланге, да, пришел в этом году Тадея немного свою позицию изменить на футбольном поле, он после бровки стал действовать, хотя раньше чуть ли не форвардом Ромы был ударным. Во времена спалите в Роме вообще многие футболисты поменяли свои позиции, в частности Симона Перотто, который всегда играл защитника оборонительного плана, он стал действовать ближе к линии нападения, Франческо Тотти стал играть центрального нападающего, а вот и Гастон Рамирес, и Даниэля Дероси, который недоумевает сколько же можно. Ну, я тут поддерживаю Дероси, потому что я тоже не понимаю, сколько ему надо фалить, чтобы получить желтую карточку. Я понимаю, что это все происходит далеко от собственных ворот, такие фаллы не самые жесткие, не самые грубые, но тем не менее, когда их уже шесть, наверное, арбитр должен на это внимание обратить. Шесть у одного футболиста. Но Андрея Де Марко пока в этом плане спокоен, он, по-моему, не собирается даже Рамиресу показывать предупреждение. Ну, а наши коллеги итальянские намекают на то, что пора бы, пора бы уже внимание на Рамиресу обратить. Да, входил в сферу интересов Ромы, как раз тогда, когда Рома искала позицию футболиста на позицию атакующего полузащитника. Оффсайд в этой ситуации у Рамиреса. Оффсайд стопроцентный. Мне кажется, всем было очевидно, что Рамирес забежал в положении вне игры. Да, что касается Рамиреса, то, насколько я понимаю, помимо Рома, который ему интересовался, сейчас на него активно претендует Югентус. Даже поговорю, что в январе может сделать предложение Болонии. Я, честно говоря, не думаю, что у Рамиреса перейдет уже в зимнее трансферное окно. В том числе и потому, что у Болонии не так много вариантов для того, чтобы вести атакующую игру, а очки Болонии нужно набирать. Если не в игре с Ромой, то в игре с другими соперниками, поэтому Мегашур Мирес до конца сезона окажется, останется в Болонии. Перес. Раджи. Желее. И хороший пас вперед получился у галки про Болонии. Нарушение правил уже Пьянич фалит как раз-таки на Рамиреса. 1-0. Рома выигрывает Болонию. 36-я минута матча. Диамантия подскользнулся. Мяч потерян. Асвальдо Симпелисио Дероси Рома снова разбегается. Асвальдо будет передача наверное на Ламелу. Да. Янич Ламелло в одно касание и снова хорошо играет Портанова, который страхует своих партнеров. Раджи. Да, это был Раджи. Начинает без волосок сарач. Покирная часть Импелисио. Публика Болония начинает несколько негодовать по поводу регулярно безадросных подредач футболистов Болонии. Так же как и Стефана Пьоли видимо получив определенный импульс от болонской публики что-то рассказывает своим футболистам Розе. Тотти очередной получает удар Франческо Тотти пас в центр на Габриэля Хайнце Таддеи Ламелло на левом фланге Ламелло входит в штрафную площадь подача хорошая далее добивание Тотти нет играет он на Таддеи Таддеи на Пьяниче Пьянич на Розе классная передача Розе штрафной еще один прострел и уже угловой удар угловой удар Фабио Симплис человек имеет лишний вес насколько я понимаю но тем не менее это не мешает ему достойно играть за ром и опять же получать комплименты от Луиса Энрике потому что как и Таддеи он сказал о том что Симплис не было с нами даже на предсезонных сборах и я вообще с трудом представлял себе кто это такой но на Дадде должен Луис Энрике он сказал о том что если человек приходит потом на тренировки и там оказывается лучше других то у меня нет никакой проблемы поменять идею насчет того как его использовать поэтому Симплисию сегодня в стартовом составе пока выглядит в принципе неплохо перехват мяча футболистом Болонии Мирос Шипка Янич да есть проблема Болонии с пасом сколько наверное уже что же споят когда Болония 3-4 точной передачи сделала и те которые были они все оказались во вне игры удивая или Диамантер но Рома хорошо держит линию надо заметить то есть несколько раз подряд футболист очень синхронно действует и видимо это также установка тренеров потому что многие знают о том что Дивай как никто другой в Италии умеет цепляться за линию офсайда Рози штрафной Рози но пробить не получается Дероси с мячом пас на правый фланг Тотти в одно касание классно головой Рози штрафной но здесь не получается у него прострелить и в конце концов мяч потерян Мурлео Диаманти Дивайо Дивайо отошел своим воротом основного партнера ошибочная передача и здесь Асвальдо какой момент какой момент не реализует Пабло Даниэль Асвальдо великолепный великолепный момент но видите ошибку подкараулил Асвальдо но точно разоград Асвальдо Асвальдо наверное для болельщиков Рома более значимой фигуры чем пока Асвальдо да но на самом деле Асвальдо всячески пытается завоевать их симпатией вот этими жестами своей поддетой под футболку майкой с надписью и я тоже вам забил я сформулирую более корректно в игре с Лацио наиболее принципиальным соперником романистов голкач классный получился у Асвальдо и удар прекрасный открылся Асвальдо очень грамотно и видите помог ему партнер по-моему Симплиси открывался справа Мешка тянул он защитник и у Асвальдо появилась возможность пробить дальнюю в общем все грамотно футболисты Ромы сделали и вот мы говорили о том что наверное счет был бы справедливым будь он чуть покрупнее и вот он случился 2-0 Рома обыгрывает Болонью и наверное все абсолютно логично все абсолютно логично но я не думаю что все ясно в этом матче поэтому те кто подумает после первого тайма вполне возможно пожалеет о том что не придет смотреть второй да по крайней мере Рома может удивить я помню была встреча у Ромы против Лечи когда тоже был такой уверенный даже более уверенный для Ромы первый тайм 2-0 Римляне выигрывали а потом чуть было не сыграли ничью да по крайней мере да по крайней мере в своем поле эта игра проходила сегодня Болонья играет у себя поэтому я думаю что в карьере Стефано Пьоли попытаются найти какие-то решения против против того что Рома доминирует фактически и по игре и по счету и по всему остальному но кстати Пабло Асфальдо он же тоже начинал свою итальянскую карьеру в Феорентине и запомнился бояшкам Феорентино тем что забил победный гол который вывел Феорентино в квалификацию Лиги Чемпионов в 2008 году поэтому пока он полностью повторяет судьбу Габриэля Батисто по крайней мере в его итальянской части Диамантия хороший пас на Коне вот Коне стал вперед идти и бьет поворотом рикошет мяч улетает за пределы поля угловой удар но тоже дело для Болони потому что не так много было угловых у хозяев это первый вообще угловой для Болони насколько я понимаю интересно как он блокировал сейчас мяч я думаю что подобные техники резко можно встретить Тоте можно играть можно играть еще одна подача и здесь уже весьма рискованно играет Симплисио потому что рядом находился футболист Болони и так сбрасывает мяч грудью надо было дать серьезными нервами Мурлео Диаманти такая детская ошибка не поняли друг друга Диаманти и Дива и Тоте уже пас на противоположный фланг Пабло Асвальдо Тадей завершается первый тайм у нас в Болони еще играть полторы минуты в первом тайме Тоте и штрафный удар штрафный удар Франческо Тоте на газон еще раз смотрим и за голом кстати третий раз с этой позиции били футболисты Ромы перед Асвальдо это был Симплисио и надо сказать что у Асвальдо получился наиболее красивый и наиболее прицельный удар что самое главное потому что два предыдущих были практически по вратарю Рози очень активен сегодня Александро Тоте тут очень грамотно играет сегодня часто укрывает мяч корпусом и грамотно передача на своих партнеров не заигрывается Симплисио Янич чисто отобрали мяч ну и здесь тоже чисто играет Хайц Ламела Эрик Ламела на правом фланге хорошо работает ногами Ламела Тотти Ламела Рома явно получает удовольствие от игры вот уже Ламела разыгрался легко контролирует мяч разыгрывает мяч по-прежнему у Ромы мяч у Ромы и на этом первый тайм завершается ну что ж после первого тайма 2-0 Рома обыгрывает Болонью на выезде весьма справедливый результат но посмотрим как будет складываться игра во вторые 45 минут у Рома Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Завершается перерыв в Болонии. После первого тайма Рома обыгрывает Болонию 2-0. Очень уверенная игра Джаларосси. И весьма справедливый итог первого тайма. Посмотрим, как будет складываться матч по вторые 45 минут. Прямая трансляция на НТВ+. Для вас матч комментируют Нобеля Рустамян и Андрей Лаврентьев. Итак, напомним вам стартовые составы команд. Думаю, что замен, по крайней мере, у Ромы быть не должно. Посмотрим еще на Болонию, что пытался изменить Стефано Пьёли. Итак, Рома. Ворота к Стекленбург. Далее оборона справа налево. Рози, Жуан, Хайнце и Родриго Тадеи. Полузащита Де Роси, Симплисио и Пьянич. И, наконец, группа Атаки. Тотти, Асвальдо и Ламело. Главный тренер Луис Энрике. Состав команды Болония. Замена вместо Рамиреса выходит Хименес. И, соответственно, остальные футболисты жили в воротах. Далее слева направо оборона Мурлео, Портанова, Раджи и Креспо. Еще одна замена у Болонии. Мудингае выходит вместо Косарини. Как раз-таки Мудингае в центре поля вместе с Пересом и Коне. И, наконец, группа Атаки. Диаманти, Хименес, вышедший вместо Рамиреса. И ударный форвард Марко Дивайо. Главный тренер Стефано Пьёли. Интересно, потому что у Стефано Пьёли были все возможности сегодня для того, чтобы выбирать состав. Потому что, наверное, исключительный случай, когда в 16-м туре у команды ни одного травмированная, ни одного дисквалифицированная. То есть сложно... Полная свобода при выборе, да? Полная свобода при выборе. Поэтому, собственно, вся заявка Болонии сегодня была в распоряжении Стефана Пьёли. И он успешил в перерыве воспользоваться этой возможностью. Потому что дальше ждать что-то, наверное, было бы невозможно. Ну, естественно, шанс Болонии, это буквально с первых минут пойти вперёд и забить быстрый гол. Это, конечно, надежда Болонии на вторые 45 минут. Ну, и, наверное, навязать Роме более агрессивную игру. Потому что Мудинга и Хименес – это как раз те люди, которые могут больше прессинговать в центре поля. И вот мы видим, что, как и в первые 10 минут первого тайма, Болония играет активно. Посмотрим, надолго ли хватит. Тадеи. Ошибается. Янич и Мудингай. Вообще, я, честно говоря, был немножко удивлён, не найдя Мудингая в стартовом составе. Мне лично очень этот футболист симпатичен. Считаю, что это такая моторная сила Болонии в центре поля. И, если учесть, что Рома как раз-таки умеет играть в пас в центральной зоне, как раз и Мудингая, который славится своей агрессивностью, хорошей, такой, спортивной агрессивностью, был бы полезен в такой ситуации. Да, но и большим движением. Потому что Рома, очевидно, оставил Болонию без мяча. И двигаться, и перессинговать необходимо было много. Ну, возможно, это понял Пьоле в перерыве. Я уверен, что он это понял. Наверное, не по этой причине Мудингая сейчас играет с первым второго тайны. Сам Пьоле перед матчем говорил о том, что никакого страха и сомнений перед игрой с Ромой не испытывает. Несмотря на то, что понимает, что Рома, пожалуй, Болонию в лучший момент, который она по ходу этого сезона видит, обыграв Наполе, сыграв не чувств, Ювентусом. Но Пьоле сказал, что если мы сыграем так, как сыграли с Миланом, то результат придет. Но очевидно, что в первом тайме Болонию сыграл много хуже. И поэтому после первого тайма проигрывает 0-2. Янич. Передача на Тадеи. Тадеи подскользнулся. Коне. Или это Хименес? Хименес все превышло на замену. И слишком прямолинейно сыграл. Мяч потерял Жуан. Ну, в первом тайме вообще практически оборона Рома занималась тем, что она мяч контролировала. По сути, своих прямых обязанностей не выполняла. Так как Болония по большому счету, ну, кроме стандартов, которые, опять-таки, были в небольшом количестве, были не слишком опасны, другой угрозы воротам Рома не было. По сути, самым опасным моментом был тогда, когда Хайнца пропустил мяч, а Дивай не ожидал этого. Но считать это моментом, который создали игроки Болонии, наверное, не приходится. Ну, во втором тайме... Начинают неплохо футболисты Болонии. По крайней мере, они агрессивнее играют, они быстрее играют, они старательнее играют. Потому что в первом тайме было ощущение, что как-то Болония, ну, то ли играет без энтузиазма, то ли, может, просто не хватает сил. Ну, вот посмотрим, что будет во втором тайме. Пока офсайд у Коне, поэтому свисток арбитра прозвучал. Вот в этой ситуации Хайнце. Снова Рома начинает контроль мяча. Неудачный пас Хайнце. Правда, мяч возвращается к Роме. Тадеи, Тотти. Тотти абсолютно все точные передачи. И еще одна точная передача во втором тайме уже. Симплисио. Справа открывается Рози. Симплисио ошибается. Мудингай, вот он с мячом. Диего Перес. Диаманти и Диаманти. Снова брак. Тотти. Дероси. Симплисио. Хайнце. И свисток арбитра. Нарушение правил на футболисте Болонье. Симплисио извиняется перед соперником. Объясняет ситуацию. Арбитру по всей длине желтый не будет. Бразилец и уругвается. Здесь сошлись. Симплисио брутально выставил руку, пытаясь оградить себя от атаки Переса. Часто Тотти недоумевает. Но это уже Симплисио пас назад на Жуан. Стикленбург. Длинный удар вперед. Мудингаи. Хорошо крупно стоит Пьянич. Тотти. Перед ним свободное пространство. Тотти играет дальше на Эрика Ламело. Ламело. Хименос работает по всему полю. Довольно активно играет Хименос, как и Мудингаи. Но при этом пока это лишь активность с точки зрения беготни. Не более того. А вот в пользу урона. Продолжают футболисты Болонии разминаться. Несмотря на то, что у Пьеля осталась одна замена. И вряд ли он ее будет использовать в ближайшие минуты. Ну, Аква Фреско, тем не менее, готовится выйти на поле. Ну, так, разминается весьма активно. Ну, возможно, Аква Фреско появится на поле вместо Дивай. Это тоже весьма логичная была бы замена. Да, наверное. Хотя не исключено, что при подобном развитии событий рискнет и в два форварда играть дальше Стефано Пьеля. Потому что ни Диамантий, ни Хименос чистыми форвардами не являются. А так или иначе надо отыгрываться. Так, штрафной удар. Еще один фолл на Эрике Ламеле. Свалил Портанова. И сейчас будет стандарт в пользу Рома. Я думаю, что тот, типа, может и пробить с этой дистанции. Может пробить и Пьянич, который имеет весьма поставленный удар. Но я думаю, что когда тот на поле, в принципе, именно от воли императора зависит, кто будет бить штрафный удар. Да, и даже после незабитого пенальти ворота Ювентуса, когда Луис и Энрике спросили, а кто же будет теперь бить пенальти, он сказал, если у Тотти будет желание бить, бить будет Тотти. И только если он сам откажется, тогда будет бить футболист которого, фамилию которого я вам не назову. Так, Тотти у мяча, штрафной удар, позиция хорошая, Тотти бьет и блестящий сейф галкипера Болонии. Вот так мы немножко поругали Желе за первый пропущенный гол, но вот сейчас он исправился. Пусть было далеко до ворот, довольно далеко до ворот, но удар-то был классный. Удар был великолепный. И что интересно, Тотти бил не на силу, а именно на исполнение, что он делает реже. Еще одна подача Тотти, снова вступает в игру галкипера Болонии. Отбиваются хозяева Тадеи, Тотти. Хороший пас Тотти делал, пусть не точно, по-моему, первая не точная подача Тотти в матче, но тем не менее замысел был просто прекрасный. Пас назад неудачно. И вот сейчас Хименос вперед устремляется, но поля, поля не хватает. Хименосу не хватает, собственно, скорости. 2-0. Рома выиграет Болонию. Пусть Болония начинает активно второй тайм, но момент, то самое опасное, создает именно Рома. Да, пусть это стандарт, и Рома пока фактически не подходила к воротам Болонии, но Хименосу хорош. Суперлиссер первого на мяче и пьяничьим помогает. Отбили совместными усилиями. Ламелло на Асвальдо. Асвальдо дали Ламелло. Открывается Тотти. Как раз-таки Франческо с мячом. Хороший пас на Асвальдо. Асвальдо технично и офсайд. Офсайд у Пабло Асвальдо. Ну, Рома играет в своё удовольствие. Это видно даже моментами. Тотти, наверное, мог сыграть по-другому. С другой стороны стопы великолепно. Решил красиво сыграть. Этот пас, но Асвальдо чуть-чуть был бы вне игры. Мне кажется, что Болонии не хватает все-таки одного игрока впереди. Его часа было отчетливо видно, когда Химена сдавал пас назад. Хоть и Симплиссио был первым на мяча, но никого из футболистов в Болонии и близко не было. Я нечь, что те. Очередная ошибка. Тотти. Хороший пас. Симплиссио. И снова потери мяча. Дивайо. Встаёт мяч. Вот сейчас Дьяманти. Есть свободное пространство перед ним. Открывается слева Дьяманти. Дьяманти сохраняет мяч. Но видите, как мобильно играют футболисты Рома и Дероси, и Жуан. Все они весьма активно вступают в игру сразу после потери мяча. Наслаждается режиссер этим ударом Тотти. Видимо, он является личным проклонником Франческого. А может быть, личным проклонником Франсуа Желе? Вполне возможно, но, в любом случае, уже раз шестой нам этот момент повторили. Хотя, конечно, заслуживает такого внимания. Момент был действительно динамичный и красивый. Симплисио. Тотти. Ламела. Как на тренировке сейчас перепасовывается Тотти. Пишут, что даже не то, что на тренировке, а на разминке перед тренировкой. Ну, наверное, да. Но, по большому счету, Роме сейчас спешить некуда. И, естественно, Рома будет ждать, пока Болония будет доходить выше и освобождать зону на своем поле. Асфальдо. Решил повторить пас Тотти, но пока в техническом отношении Тотти, конечно, превосходит своих партнеров в пароме. Хотя, надо сказать, что в этом составе у него много достойных. Хороший пас на Тадея. Тадея мяч не сможет получить. Не сможет обработать. Рози. Не стесняется Рози идти вперед. Вообще, очень хорошее качество для молодого футболиста. Мы часто говорим о том, что итальянскому игрокам, молодым, не хватает никакой наглости. Вот именно там, в возрасте от 20 до 24 лет. Но вот Торози отличается тем, что он не боится. Никого, играя за Рому, часто берет игру на себя. Он завоевал, кстати, много симпатий поклонников Ромы два года назад. В то время он играл по аренде по команде Сиена. И в последнем туре Сиена играла с Интером. И Рома устраивал любой результат, кроме победы Интера. Так вот, в составе Сиена Рози был наиболее по-хорошему наглым и активным на своей бровке, создавая Интеру определенные проблемы. Эту старательность, хоть Рома и не стала в тот день чемпионом, боевщики Ромы не забыли и, в общем, поддерживают Рози по возвращению его домой. Руководители Болонии. Кстати, что касается Болонии, то ситуация в клубе не такая простая, как она была в то время, когда семьями Наринева владела этим клубом. Потому что сейчас фактически есть несколько акционеров, ни один из которых не обладает больше 50%. Поэтому это в определенном смысле затрудняет управление клубом, принятие трансферных решений и многие другие вопросы. Интересно, что до этого сезона, ну, наверное, до предыдущего сезона, Рома и Болонии были два клуба, которые возглавлялись президентами-женщинами. Франческо Минарини и Розелла и Сенси. Но, как мы знаем, семья Сенси продала Рому в результате многолетних переговоров. Розелла и Сенси, тем не менее, остаются близка клуба. И вот на днях ей исполнилось 40 лет. И Даниэля Дероси и Франческо Тотти поучаствовали в этом празднике. Тем самым проявляя определенное уважение к человеку, представителю семьи, которая долгое время управляла клубом Рома. Итак, очередные споры с арбитром. Что здесь? Ну, видите, арбитр показывает штрафный удар. Хотя, мне кажется, у меня кто-то погорячился. Рейфери именно... Чисто сыграл Грека. Да, сыграл чисто и только потом задел ногу соперника. Диаманти. Хороший пас на Дивайо. Дивайо справа. Ну, будет Дивайо помоложе, наверное, и побыстрее. Он пошел бы в обвоз. Здесь, видите, он не рискнул это делать. Решил сыграть в пас. Вообще, конечно, Дивайо при всем уважении к нему и восхищении его талантом. Потому что в прошлом году, именно благодаря Дивайо, Болония сохранил свою прописку в серии. На мой взгляд, Болония сумела, как раз, выехать на голах. А Дивайо их было довольно много в прошлом сезоне. Сейчас, конечно, Дивайо уже немножко не тот. Ну, интересно, что ты об этом заговорил. Потому что у Болонии в прошлом году было много проблем. Связаны они были с тем, что вот та самая семья Минарини... Опасная атака. Ламелло! Красиво пытался перебросить. К сожалению, не получилось. Но в целом, очень неплохая была комбинация. Ну, шансов, мне кажется, было немного. Потому что все-таки угол был достаточно острый. Но за попытку можно сказать спасибо Ламелле. Ламелле вообще можно сказать спасибо за то, что он радует нас. И вообще, мне кажется, что Ламелло один из наиболее интересных дебютов серии А в этом сезоне. Футболист, наверное, с большим будущим. Так вот, семья Минарини уступила права на клуб Болонию. Но потом оказалось, что тот, кто приобрел этот клуб, был не готов выполнить те обязательства, которые были необходимы. В том числе и по погашению зарплаты футболистам, которая сложилась на осень 2010 года. Хороший пас. Асвальдо штрафную. Там Ламелло бил первым касанием. Снова хорошо играет голкипер Болония Желе. Но в целом Рома-то играет еще более свободно, скажем так, и вольготно. Сейчас, Рома, нет никаких поводов для того, чтобы испытывать какое-то напряжение. Второй момент, что Болония вынуждена все-таки идти вперед. И, соответственно, команда становится не такой компактной, как это было в первом тайме. Хотя и в первом тайме у Рома возникали шансы достаточно регулярно. Так вот, в тот момент как раз у Болонии были большие проблемы. Непонятно было, как команда будет выходить из кризиса. И именно Марк Удивай взял на себя такие лидерские функции на поле. И вел за собой товарищей тогда, когда немногие из них знали, когда они получат очередную зарплату. А дальше зимой у Марк Удивая были предложения, в том числе из больших клубов. В том числе говорили о Ювентусе. Ювентус тогда испытывал необходимость приобрести забивного форварда. Но Марк Удивая сказал, что его все устраивает в Болонии. И он бы с удовольствием, как это и, наверное, произойдет по его договоренности с руководителями клуба, после окончания карьеры продолжит свою работу в каком-то качестве в клубе Болонии. Асвальдо! Хороший удар в дальний угол Пабло Асвальдо. Неплохо бил первым касанием. Буквально в метр, в полуметре от штанги мяч пролетел. Еще раз смотрим повтор. Передача от Дьянича. И удар сразу. Да, очень хороший момент. За последние пять минут у Ромы было как минимум два момента закрытия вопроса о судьбе этого матча. Если они еще остаются. К сожалению, Болония, как мы с тобой и не говорили в конце первого тайма, о том, что многое может измениться. Пока вот прошло 15 минут, 16 минут уже прошло. В втором тайме ничего абсолютно не изменилось. Да, Болония, может, чуть побыстрее забегала. Но вот сейчас хорошая атака Диаманти. И у нас несколько минут обработали. Ничего не изменилось, по сути. Моменты не стали возникать у Болонии. Даже полумоменты. К сожалению, для болельщиков в Болонии, я думаю, что ситуация не самая радужная сейчас. Да, но на самом деле, для того, чтобы Рома чувствовал себя совсем спокойно, необходим гол. Потому что как минимум два изменения вот сейчас в игре Болонии произошло. Во-первых, Дивай все-таки получил мяч в глубину некоторое время назад. А во-вторых, сейчас сыграть Диаманти, поточнее, поделикатнее, вполне возможно, что у Болонии возник бы первый момент. Луси на реке, Стефано Пьёре, два главных тренера. Мы знаем, что у Пьёре была довольно любопытная история летом. Он возглавил на месяц команду Палермо. Но, с другой стороны, это, в принципе, не такой уж короткий срок для команды Палермо, насколько я понимаю. Асфальт, тем временем, с мячом. Хороший паст Тотти. Чуть-чуть не хватило Ческо для удара. Точнее, не хватило пространства, потому что там уже вложился в подкате защитник. Да, но можно сформулировать и по-другому, что вряд ли Стефано Пьёре предполагал, что в первом туре он будет тренировать Болонию в матче против Рома. Потому что Пьёре был тренером Палермо до середины августа. То есть, фактически, он был уволен за полторы недели до начала чемпионата. Что, в общем, для него оказалось очень удачным решением. Потому что мы знаем, что недавно президент Палермо уволил его преемника Девеса Манджо. А по итальянским правилам тренер, который начал тренировать команду по ходу сезона, уже не может работать в другом клубе в течение того же сезона. Поэтому, даже если бы Пьёре вывел Палермо на первый матч чемпионата, и после этого был бы уволен, он уже не смог бы работать ни с Болонией, ни с одним другим клубом. Ну, в общем, мне кажется, надо тренером срочно просить, не знаю, федерацию Италии, Лего Кальчо, чтобы это правило не распространялось на Палермо. На тренеров Палермо. Да, потому что, к сожалению, для них, вероятно, что они будут уволены великат, даже если команда будет, я не знаю, идти в лидерах чемпионата. Ну, наверное, да, но в этом смысле хорошая шутка была в Италии относительно того, что президент Зампарини сделал заявление, что если правительство в Монте тоже не удержится, то у меня есть правительство тренеров. Тотти головой, классный удар после не менее классной подачи. И, ну, конечно, хочет, чтобы Тотти забил сегодняшний матч. Не знаю, разные отношения, может быть, Тотти и так далее, там, за разные его поступки в карьере, там, начиная от Левков, в Поульсина и многим-многим другим. Но то, что Тотти гениальный футболист и одна из самых ярких звезд итальянского футбола последних лет 20, мне кажется, это абсолютно очевидно, и то, что он сумел перестроиться в Новой Роме, мы помним, что поначалу были некоторые конфликты, но даже конфликты, некое недопонимание было между Тотти и Луисом Энрике летом, когда только Энрике возглавил команду, и многие пугались тому, что как это Энрике, который ставит игру в одно касание, в быстрый пас, будет работать удар. Тем временем очень опасный «Диамантий», и здесь уже Стекленбург впервые по-настоящему вступает в игру и переводит мяч на угловой. Продолжу мысль я по поводу Тотти после розыгрыша «Стандарта». Наконец-таки мы видели очень опасный момент у ворота Рома, и Стекленбург, может быть, даже немножко неловко отбивал мяч, но к его удаче мяч залетел после его игры. Но, знаешь, если бы он ловко отбил мяч, вполне возможно, там было два футболиста Болонии, которые были готовы добить его. Поэтому все для Стекленбурга... Удача сложилась в 100%. ...случилось как нельзя лучше. Угловой не лучшим образом разыгран Болонии, и я вернусь к теме Тотти. Так вот, ходили разговоры, что как будет играть Тотти, который привык в прошлой Роме немножко мяч передерживать, играть на себя, вот именно быть лидером во всех отношениях с футболистом, который больше остальных мяч контролировал, держал, вокруг которого просто игра строилась. А сейчас Тотти, к его чести, сумел перестроиться. Еще один удар, Стекленбург на месте. Сумел Тотти перестроиться, и он играет по-другому просто. Он больше чем там 2-3 касания не делает. Он играет очень быстро, он старается быть диспетчером. Ну, возможно, не самое хорошее сравнение, но он старается играть как, ну, может быть, Хави в Барселоне. То есть играть именно всегда в пас с поднятой головой и именно быстро на своих партнеров. Такого в Тотти я не видел давным-давно. Да, я абсолютно согласен. Тем более, что гениальность Тотти заключается в том, что он по ходу своей карьеры перестроился уже не однажды. То есть мы помним, как неожиданно в команде с Палетти он оказался фактически на позиции центра форварда. Хотя мы его всегда представляли в роли такого классического плеймейкера. Поэтому я думаю, что сейчас вернуться на позицию несколько глубже, но при этом играть совершенно по-другому от выдающейся фото и выдающейся способности этого серболиста. Да, но опять-таки отметим, что сумел с ним найти контакт Луис Энрике. Опять-таки очень важный нюанс. Ну и, конечно, браво Франческо Тотти. Замена у Ромы. Эрик Ламелло поле покидает. Выходит Боин Кыркич, нападающий Ромы, экс-футболист Барселоны, который, между прочим, очень тоже неплохо влился в итальянский футбол. Были сомнения лично у меня, что сложно будет Боину в этой стране, в этом чемпионате. Но, знаете, очень гармонично Боин смотрится в серии А. Ну, пока я думаю, что он тоже где-то на пути ко всем тем возможностям, о которых знает Луис Энрике, за которые его приглашали в Рому. Кстати, в серии А было много претендентов на Боину. Например, Удинези очень хотел его приобрести и использовать на позиции Алексиса Санчеса, которую продали летом по Барселону. Посмотрим. В принципе, в атаке Ромы конкуренция достаточно большая. Конкуренция такова, что, скорее всего, Марко Барьелло покинет команду в январе месяце. И здесь есть разные варианты. Один из них Марсель, другой – это Тутенхэм. Спортивный директор Саботини в то же время работает над тем, чтобы получить большое количество молодых футболистов для того, чтобы просить их на перспективу. И вот на этой неделе Рома подписал. Опасная подача Асвальдо. Боин! Игра рукой. Двух футболистов 95-го года рождения. Один из них – защитник Курти из Перуджи, и второй – вратарь Старакоша, который сейчас в Панеонисе, но сам албанского происхождения. То есть проект Ромы явно нацелен не на полсезона, не на один сезон, а на больший срок. Поэтому, думаю, у нас Энрике пока, тем более, что результаты сейчас приходят, нужно не опасаться за свое место. Секленбург. Ну, Рома, откровенно, доигрывает матч, но приятно, что Рома не просто катает мяч на своем плане поля, как делают некоторые другие команды, а старается идти вперед, старается забить еще один гол ворот Болонии. Ну, то, что Болония, мне кажется, смирилась с поражением, это, если не очевидно, то... Нет, я бы не стал сейчас так пока говорить, потому что забить сейчас три минуты назад Диамантия, игра бы открылась, что случилось бы в последние 23-25 минут. Ну, согласись, что пока не видно предпосылок для гола Болонии, ну, кроме этого момента, который возник, в принципе, из ничего, по большому счету, ничего... Ну, вот, видишь, Луис Энрике, он все-таки, мне кажется, чувствует, что какие-то изменения в игре могут произойти, потому что был заменен Ламело на более свежего Гоина, явно, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, а сейчас выходит Грека, который, я думаю, скорее всего, заменит Симплисио и добавит свежести в центре поля. Боян с мячом, и так передача... Неком отдавать. Пяткой на Тотти, Тотти далее. Я чуть не хватило Тотти, чтобы сделать передачу на Пабло Асвальдо. Ну, кстати, отметим, как сыграл защитник Портанова, потому что он прочитал вот этот паст Тотти на мгновение раньше. Это Мурлео на левом фланге, Диваю открывается, Мурлео хороший прострел, но Хайнце... Хайнце не менее грамотно сыграл, чем Портанова в этой ситуации. Ну, выбрал позицию, да. Кстати, с точки зрения выбора позиции, Хайнце очень сильно провел матчи в Неаполе и против Ювентуса. Замена у Ромы. Пьянич уходит. Покидает поле Миралин Пьянич и вместо него Греко, у которого, кстати говоря, тоже заканчивается контракт. Летно, сколько у него с Ромой, но, опять-таки, пока с ними его не продлевают. Ну, вполне возможно, что ближе к окончанию сезона у Греко будут более понятные перспективы. Леандро Греко. Молодой, ну, довольно молодой футболист. Мы знаем, что для Италии 24 года это, в принципе, еще юный возраст. Да, это так. В этом смысле интересный рекламный ролик, как-то я слышал по итальянскому радио, в котором сын говорил матери, что он, наконец, Гиаманти был коварен в своем намерении послать матч в данный угол. Да, Билл не носил она точность на исполнение, как говорится. Ну, Стекелленбург ситуацию контролировал. Хотя, возможно, пробеет чуть сильнее, вероятность гола была бы выше. Так вот, сын, наконец, говорит матери о том, что он все-таки собрался уйти из дома, потому что женится, на что она долго прочитает, после чего говорит, это как можно так рано в 36 лет. То же самое относится, в принципе, к итальянским футболистам и к итальянским тренерам. То есть, очень часто в Италии жалуются на то, что молодым футболистам не доверяют и молодым тренерам не доверяют. По поводу тренеров, наверное, все же, мне кажется, ситуация получше, потому что в последние годы они стали появляться, раз уж в Милане и в Ювентусе работают тренеры, которым чуть больше 40. Ну, это уже хорошо, да? По футболистам такого не скажут, потому что, к сожалению, к сожалению, это главная проблема итальянского футбола, на мой взгляд. Переходим к тому, что там есть талантливые ребята, но им, чтобы заиграть в более-менее большой команде, приходится пройти, ну, не знаю, это круги ада или нет, но скитание по арендам серии B и в слабейших командах серии A это традиция такая для любого итальянского футболиста практически. Да, наверное, это так, но штрафной неудачно Диаманти разыгрывает. Здесь Мурлео, хороший удар, и видите, перед Стекленбургом мяч ударился о газон, но голландец уверенный мяч забрал. Сейчас несколько лучше в этом смысле ситуация в итальянском футболе, чем несколько лет назад, и вот молодежная сборная Италии играет достаточно уверенно. И, кстати, в молодежной сборной Италии, что подтверждает твои слова, очень много представителей серии B. штрафной. Тутти оказался на газоне, Диего Перес нарушает правила. Греко Тотти. На левый фланг Градриго Тадеи. Подача. Опасный момент. Асвальдо бить надо сразу. Удар. Выше ворот. Выше ворот. Пабло Асвальдо был абсолютно один. Правильно делал, как мне кажется, сразу, первым касанием. Чуть не хватило точности. Да, хороший момент был у Ромы для того, чтобы отправить большинство болельщиков со стадиона домой. Семплисио. Мудингаи. Хименес. Мудингаи на левый фланг. Хорошая передача. Морлео. Но в первом теме он был незаметен. В втором поактивнее идет вперед. Мне кажется, от этого игра Болонин только выигрывает. Отлично. Удар. Нет, пенальти в этой ситуации можно играть. Дероси. Сейчас посмотрим на повторе, что было в этой ситуации. Пока же Асвальдо и здесь уже желтая карточка. Терес ее получает. Предупреждение за фул против Пабло Асвальдо. С виски троечка Болонии понятны, потому что в двух последних турах очень много было жалоб со стороны Болонии на судейство. Вот сейчас очередные эмоциональные высказания в адресе арбитра. Здесь, видите, намекают, что был фул против Коне. вполне возможно. Наверное, если бы в Италии была некая программа по борьбе с этими приемами штрафной пояс, наверное, пенальти бы дали в этой ситуации. Но так как в Италии мы привыкли, потому что при каждом стандарте, при каждой борьбе штрафной, ну, просто не боятся защитники играть руками, то, в принципе, тогда логично тогда пенальти им не надо давать. Ну, скажем так, в игре с Миланом при счете 1-1 у Болонии были все основания претендовать на пенальти за игру рукой в штрафной площади Милана. Позже, правда, во втором тайме фактически в том же эпизоде не был назначен пенальти в ворота Болонии, но руководители Болонии посчитали, что такая трактовка эпизодов повлияла на ход игры и были недовольны. В предыдущей игре с Джоном... Да, удаление Портанова. Видимо, за слишком яростные переговоры и с арбитром и с соперником Портанова получает красную карточку. Ну, что ж, такое важное событие. Да, я боюсь, что... Без Портанова Болонии не отыграться. Ну, может, вряд ли Портанова был бы ключевой футболистом для спасения Болонии. Но то, что это, конечно, проблема, причем прямая красная карточка Портанове и, соответственно, сейчас, скорее всего, выйдет Антонсон. Да, Антонсон. Давайте скажем об остальных запасных, о Роме скажем еще, потому что у Болонии больше замен не может случиться. У Ромы еще есть Курчи, но вряд ли он появится на поле. Хочется в это верить, что со стеклением все будет в порядке. Хосе Анхель, Вивиани, Гагу и Перотто. А Антонсон выходит, сейчас мы узнаем вместо кого, вместо... Коне. Коне, да. Вместо Поноветиса Коне. Ну, я думаю, что сейчас уже, наверное, Андрей, в его случае, можно согласиться, что Болония, наверное, потихонечку понимает, что вряд ли эту ситуацию, этот матч можно изменить. Ну, наверное, Болония понимает, но для своей публики в преддверии Рождества она могла бы попытаться, по крайней мере, не проиграть крупно. Видимо, для этих целей выходит Антонсон вместо Поноветиса Коне. Хотя надо отметить, что Пьоли оставляет при этом и Дивай, и Диаменте, и Хименесе, который вышел во втором тайме на поле. Конец. Да, активно стадион свистит. Дадеи. Даросси. У нас на правый фланг. Здесь уже Жуан. Ровно так и расположилось, как будто собирается разыгрывать лишнего. Методичный, неспешный. Мудингаи. Хорошо играет Мудингаи. Открывается слева партнер Мурлео. Еще одна передача. Дивайо. Хименес. Мурлео можно подавать. И Даросси хорошо играет. Я думаю, что недовольство игроков Болонии связано с тем, что слишком близко были два этих эпизода по времени. То есть, сначала не назначенные пенальти, а потом карточка, с которой судья направился к Лопесу, по-моему, да? Нарушен. Промогу. Тотти. Хороший пас и офсайд был на Кутичу. Важные вне игры у экс-футболиста Барселоны. И Вивиани выходит на замену и меняет он Фабио Симплисио. Видимо, в преддверии Нового года Лилис-Энрике решил установить все-таки рекорд по количеству римлян. Теперь уехал пять. Все те, кто есть в заявке, все на поле. Грека, Вивиани, Рози, Тотти, Даросси. Я думаю, что приятно. Приятно болельщикам Рома. Ну, я думаю, Вивиани, как никому другому, приятно. Вивиани, кстати, чемпион в составе Примавера прошлого года. В прошлом году римская Примавера выиграла чемпионат в драматичной концовке, вырвав победу. И Вивиани, кстати, был одним из главных действующих лиц в этой истории. Мудингаи, Мурлео на левом фланге. Пас назад. Еще одна передача на левый фланг. Мурлео. Мне кажется, он сама активна у Болони в втором тайме. Тотти. В первом он находился в стени Гастана Рамиреса, который был черезчур активом. Всющур активом. Кстати, Рамирес мог бы и не участвовать в этой игре, потому что у него были проблемы со спиной после игры с женой. Краспо. Еще один аут. Снова в пользу Болони. 2-0. Рома обыгрывает Болони. 80-я момента матча. Не, Рома будет бросать на самом деле на матч. Действительно, футболисты Болони еще. Хайнце. Вивиани. Вивиани как раз с мячом. Хороший пас на правый фланг. Снова Вивиани. Деруси. Греко. Тотти. Удар. Как жаль, что Тотти не попал в девятку. Как классно. Казалось, мяч уже летит в ворот. И мне кажется, сам Тотти верил в это. Было ощущение, что мяч летит в девятку. Смотрим, как классно разыграли мяч. Асвальдо великолепно откинул мяч под удар Тотти. И Тотти приложился, но буквально чуть-чуть, буквально чуть-чуть не хватило Ческу, чтобы забить свой гол в этом матче. Да, комплименты в адрес Тотти. Действительно легендарный футболист. Самое главное, в этом году он играет на команду. Он именно команда футболистов. Он именно капитан во всех отношениях. Мне кажется, тут многое зависит от того, создают ли эту команду, этих партнеров, для него тренеры и руководители. То есть, тогда, когда он может играть на команду, он это делает в этом смысле. Это еще одно его. Тотти играет в отборе. Далее Вивиане. Еще один пас вперед. И Боян на левом фланге. Перед ним свободное пространство. Боян в штрафной площади. Пас с Асвальдо. Дальше на Тотти. Нет, мяч на Тотти не доходит. Рози не сумел мяч на свой капитана переадресовать. Фантастически быстро сейчас развивалась атака Ромы. и обрати внимание на то, что Рози успел к этой атаке, фактически пробежав сколько, 70 метров по правому флангу без мяча. Очень динамично играет Рома. несмотря на то, что 84-й минуту счет 2-0, с настроением и с огоньком. Интересно, кстати, одна из концепций Луиса Энрики относительно того, какие футболисты ему нужны. он рассказал так, что мне нравятся игроки, которые умеют атаковать, потому что если футболисты обладают достаточной техникой и навыков для того, чтобы атаковать, я их всегда смогу убедить и научить защищаться. В то же время, если они умеют только защищаться, у них больше нет никаких других способностей, то как я буду с ними атаковать? логично, как мне кажется, и в этом Луиса Энрики абсолютно прав. Деросе красиво играет головой Настя Каленбурга, возвращает голландца в игру, но и разочарованное лицо Марко Дивайо. Да, к сожалению, Болония сегодня выглядит очень-очень бледно, и вы знаете, если так в целом смотреть на первую часть чемпионата, как ни крути, сегодня последний перед Рождеством тур, последний тур в этом календарном голу, году Болония боюсь, что вряд ли будет бороться за иное место, нежели за место 15-е, не знаю, там, 16-е, 17-е, потому что боюсь, что по такой игре Болония претендент на вылет. Ну, знаешь, если бы мы смотрели сейчас игру с Миланом, то впечатление было совершенно другим, мне кажется, как раз выязвимость таких клубов заключается в том, что они не могут повторить тот качественный футбол в игре с любым из лидеров. С другой стороны, Болония сыграла венчу с Миланом, сыграла венчу с Ювентусом, который возглавляет после этого тура турнировую таблицу. Ну, посмотрим, что будет с Болонией, по крайней мере, пока Болония некоторое сомнение лично меня вызывает. Морлео. Какой рывок в Морлео, а? Тут у нас столько сил. Морлео в конце матча на 86-й минуте, ну, возможно, он их берет. Раскидляет вырывка. Мудингайи. Мудингайи пас на Диамантии. Под удар Диамантии мяч пытается дорабатывать. угловой. У Морлео вполне возможно столько сил, потому что он не играл с Джену, и для него эта игра не является сегодняшней после воскресенья. В отличие от остальных футболистов Болонии, которые, согласись, выглядят сегодня достаточно вяло. и Мудингайи. Пас налево. Хороший Диамантии в штрафной. Диамантии. Отличный пас. И здесь, по-моему, был офсайт у Дива. Но дело даже не в этом. Секленбург мяч довольно уверенно забрал. С другой стороны отметим тонкую игру Диамантии в этом эпизоде. Да, Диамантии откровенно хорош. Нам намекают на пенальти, который должен был арбитр ставить на Коне. А это уже красная Портанове. Ну, не знаю, что он сказал арбитру. Видимо, что-то очень плохое. Диамантии. Диваио. Хорош. Жуан ставит корпус и не пройти бразильского защитника. Диамантии хорош. Он, мне кажется, осваивается в роли лидера Болонии, потому что в прошлом году он не всегда регулярно воспал за Брешу, которая, к тому же, вылетела в серию B. И сейчас он уже лидер, лидер рыбоводья. Ну, у Диамантии такая интересная судьба последние годы. Удар Морлео. Ну, не знаю, Морлео откуда столько сил, откуда столько эмоций и желания, самое главное. он, видите, мне кажется, будь у нас еще овертайм, Морлео непременно бы забил, а то и два. Возможно, да. Морлео настолько уже утомился от Келенбурга, что он нашел ругаться по итальянству сейчас, когда парировал этот мяч. Интересно, что Диамантии играл по сезону каждое из последних лет за Ливорна, Весхэм, Брешу и вот теперь за Болонию. Угловой хорошо играет Габриэль Хайнце, Боэн, Мудингаи, перехватывает мяч Мудингаи, далее передача на на Креспо, право Диамантии и офсайд у Александра. Публика в Болонии достаточно страстно реагирует на этот эпизод, несмотря на 89-ую минуту очевидность на игры. Да, здесь, конечно, Секленбург сыграл очень хорошо. Выше всяких похвал достал мяч из самого угла. Также неприятно он стукнулся в газон несколько раз Греку. Тадеи, снова Греку, Тоти, Хайнц. Хайнц играет на Дероси и завершается встреча в Болонии. 2-0 Рома без труда обыгрывает Болонию. Я думаю, что если бы сильно надо было Роме выиграть в 4 мяча, я думаю, что Рома это бы сделала. Хотя, опять-таки, очень важный нюанс, у Ромы есть проблемы с реализацией моментов. Она их создает, но не все реализовывает, не все забивает. А у Барселоны? Не знаю. У Барселоны мадридского реала все в полном порядке с реализацией, насколько я понимаю. Но вот у Ромы в этом плане проблемы, на мой взгляд, существуют. По крайней мере, если посмотреть серию матчей римлян, то действительно, на мой взгляд, некоторые нюансы в этом аспекте существуют. Да, мы сегодня часто вспоминаем Барселону, поскольку, собственно, вся концепция Луиса Энрики, она относится к каталонскому клубу. И, в общем, это, что называется, именно то, что хотели приобрести руководители Ромы и новые хозяева Ромы. То есть, они хотели создать модель игры, похожую на ту, которую практикует каталонский клуб. Что интересно, что до назначения Луиса Энрики много кандидатов, называлась на пост тренера Ромы. Интересно, что среди них был и Стефано Пьоли. Более того, Стефано Пьоли подтвердил перед этой игрой, что действительно он пару раз контактировал с Саботини. Но дальше разговоров, в общем и целом, речь не пошла. Ну что ж, добавляю Демарко три минуты основного времени первого тайма. Не так, я думаю, что арбитер так немножко огорчил футболистов, потому что это, наверное, надеялись уже закончить эту встречу, потому что, в принципе, все более-менее понятно. Рома выигрывает, зарабатывает три очка, и у Ромы теперь 24 балла. Потенциально Рома может обогнать и Миланский Интер, и Наполи. Эти команды играют параллельно, поэтому, думаю, что совсем скоро вы узнаете и результаты этих встреч. Но, в любом случае, Рома делает еще один шаг. Вперед, если учесть, что сегодня, ну, если брать глобально и Ювентус, и Удины очки потеряли, то для Ромы это, конечно, хорошая новость. Понятно, что сейчас Асвальдо в офсайде. Я думаю, для Ромы и ее болельщиков важно, как сыграет Лацио, потому что, сколько бы очков этой команды не разделяли, друг на друга они все равно ориентируются. очень часто на дерби в Италии болельщики вывешивают вот эти, плюс 9 или плюс 15, то есть количество очков, которые разделяют там, Ромы и Лацио, Милана и Интер, Ювентус и Торино, я думаю, что это Верона и Киева. Я думаю, что по поводу Ювентус и Торино это будет, наверное, лишь в следующем году. Родриго Тадея, пас на Боэна и очередной офсайд. Очередной офсайд. В общем, наверное, если бы эта игра состоялась в августе, она могла бы сложиться по-другому, потому что очевидно, что за это время Рома получила все-таки некую модель игры и как мы видим по последним турам она достаточно успешна, поэтому было надеяться, что Рома включится в борьбу наверное за Лиги чемпионские места. Хайнце хорошо играет в этой ситуации, страхует он Теккаленбурга. Ну что ж, друзья, этим матчем завершается первая, скажем, ну даже не первая часть футбола в Италии в этом календарном году и следующий тур состоится только 7-8 января, то есть уже после новогодних и прежде всего рождественских праздников в Италии. Команда уходит на двухнедельный перерыв, поэтому теперь болельщики могут немного отдохнуть, передохнуть и я думаю, что сами футболисты с удовольствием отправятся в недельные отпуска. Да, а после этого обычно где-то числа 29-30 команды начинают сборы, которые часто проводят далеко от Италии, с тем, чтобы числа 4-го вернуться и готовиться к матчам того тура, который будет первым следующим календарным годом. Ну, сейчас все мысли конечно уже об отдыхе футболистов Ромы и Болонни. Поздравляем болельщиков Ромы с победой. Хороший настроение у Луиса Энрике. 2-0. Рома обыгрывает Болонию благодаря хорошей игре всей команды. Ну и голам Родриго Тадеи и Пабло Асвальдо. Поздравляем Рому. У Болонни все впереди. Хочется в это верить. Ну а для вас матч на этого плюс комментировали Андрей Лаврентьев и Нобелий Рустамян. Всего хорошего. До свидания. Доброй ночи.